Всем доброго времени суток, с вами Никита Петров в новой экспериментальной рубрике Шахматного Феникса Дебютная Клиника. Подробности касающиеся данной рубрики вы сможете прочитать в специальном обсуждении, опять же в группе Шахматный Феникс. И там же вы сможете задать вопросы, которые пойдут в следующий выпуск рубрики Дебютная Клиника. Также небольшой дисклеймер, в вышеупорядочном обсуждении я высказал свои пожелания, чтобы от одного человека было не более одного или двух вопросов, также чтобы вопросы по возможности не были слишком общими, либо слишком конкретными, но к сожалению не все вняли этим пожеланием, тем не менее я постараюсь сделать все возможное, чтобы ответить на эти вопросы. Влад Голубев интересуется, насколько сильно можно играть без дебютной подготовки, какой дебют проще всего играть, какой сложнее, что делать в случаях, когда соперник играет неизвестный тебе дебют, на что обратить внимание, можно ли сводить на нет весь энтузиазм соперника и переводить игру в знакомые тебе схемы, как реализуется преимущество, полученное в дебюте, особенно про темп. Но, к сожалению, тут не один и не два вопроса, а скорее семь, и в общем-то они все достаточно общие, и должен признаться, что я в принципе не все вопросы вообще понял, поэтому постараюсь ответить на один из них, который мне больше понравился, а именно что делать в случаях, когда соперник играет неизвестный тебе дебют, и на что обратить внимание. В общем-то это достаточно частая ситуация, то есть либо соперник может играть в принципе неизвестный тебе дебют на более низком уровне, либо соперник может применить какую-то новую идею в дебюте, и после нее приходится решать проблемы за доской. В общем-то в подобных ситуациях есть два подхода, и надо решать, какой из них более применим в конкретной ситуации, в конкретной позиции. Первый подход связан с тем, что в общем-то в дебюте, какая бы новая идея не была бы применена, обычно работают одни и те же принципы. Развитие фигур, борьба за центр и безопасность, именно безопасность короля. Особенно в том случае, если вот в такой вот проблемной партии вы играете белыми, соперник применяет за черную какую-то новую идею, то зачастую просто делая разумные ходы, следуя высшим правилам законом дебюта, можно получить нормальную игровую позицию, иногда даже получить перевес. Более того, для подобного подхода не требуются серьезные затраты по времени. Сложнее ситуация, когда либо идея, примененная сперником, действительно выглядит очень неприятно, и сходу тяжело разобраться с доской, либо если вы играете черными, это какая-то новинка на ранней стадии партии за белых, потому что все-таки в черных меньше запас прочности в дебюте, и бывают такие ситуации, что если просто делать естественные ходы, то этого может не хватить для уравнения. Поэтому в таких случаях все-таки стоит, встретившись с новой идеей, серьезно задуматься, то есть потратить значительную часть отведенного на партию времени. Дело в том, что в настоящий момент дебюта все-таки хорошо излучены, и трудно представить, что в течение первых десяти годов будет применена такая идея, которая напрочь закрывает какой-то дебютный или дебютный вариант. То есть чаще всего, потратив, например, полчаса на один ход, можно хорошо разобраться в позиции, и если не нейтрализовать, то хотя бы уменьшить потери от вот такой вот новой идеи, которая соперником применена. Ну и в целом, Влад все-таки спрашивал про то, что делать в случае, когда соперник играет, неизвестно тебе именно дебют, а не применяет новинку, но все, что я сказал, применимо и в этом случае. Сергей Буравевский спрашивает. Раньше на Камбур играл левые варианты. Партия с Фолокитина, например, Е4, Е5, Ферзаш 5. Правда, он ее проиграл. В тот момент у него было 2 600 с копейками. Кто сейчас из клуба 2 700 играет, кривые варианты и какие? Ну, в общем-то, я не думаю, что я сильно кого-то удивлю, если назовут ее фамилии. Это рапорт Джабава Мамидьяров. Ну, начнем с Бадура Джабавы. Грузинский игросмейстер достаточно долгое время одержал рейтинг за 2 700. В настоящий момент у него рейтинг почти 2 700, что, в принципе, касательно этого вопроса не так уж сильно и влияет. Джабава практически в каждой партии применяет какой-нибудь кривой дебют Neverrun. В частности, его основное оружие за белых это первый ход B3. Ну, то есть, понятно, что отношение грузинского шахматиста к постановке начала партии уже по этому факту достаточно очевидно. Ну, Ричард или Рихард Раппорт это венгерский шахматист. Тоже он достаточно широко известен своим креативным подходом к шахматам в общем и к дебютам в частности. То есть, в чем-то Ричард даже более экстремально подходит к выбору дебютных вариантов, чем Джабава. То есть, он особенно до середины 2015 года мог играть вообще абсолютно любой дебют. Я лично был свидетелем того, как он играл белыми против Гранта Милкумяна. И в английском начале после ходов C4 и C5 конь C3 и конь C6 ответил третьим ходом G4. То есть, понятно, что ход не выдерживает никакой критики, но тем не менее в той партии у него у Раппорта был перерез. Он практически практически смог ее выиграть. В итоге партия закончилась ничью. Ну и такой подход у Ричарда был в большинстве партий. Последнее время его стиль и его подход к решению дебютных проблем немного эволюционирует, но все равно шахватист остается очень креативным. Ну и третья третья кандидатура это Шахрияру Мидиаров. Азербайджанский шахматист. Пожалуй, его уровень даже выше, чем у Джабава Раппорта. Все-таки Шахрияр играл в турнире претендентов. Играл достаточно успешно. В общем-то Девута Мидиарова, хотя и очень острый, и очень достаточно нестандартный, все-таки уступает по креативности подходу Джабава и Раппорта, но тем не менее. В частности, можно отметить партию Тамашевский Мидиаров, сыгранную в Великонзе в 2016 году, где после ходов Д4 и Д5 С4 Мидиаров сыграл вторым ходом из учетных С5. То есть, ну, понятно, что это не очень хорошие ходы. После СД у белых в принципе должен быть явный перерез, но в той партии Тамашевский не разобрался с новыми для себя проблемами и уже после 15 ходов стоял хуже. Ну, вот, в общем-то, я назвал три фамилии. Больше, откровенно говоря, больше другие люди с 2700, которые постоянно обыграли кривые варианты, в голову не приходят. Надеюсь, что достаточно полно ответил на этот вопрос. Младшим Шиев интересуется. В скандидатской защите, когда черные выбирают агрессивный вариант ферзе 5, дальнейшая расстановка фигур коньев 6, лжи 4, коньев 6, 3, 0, как белым правильно реагировать. Например, в варианте Е4, Д5, ЕД, Ферз, Д5, конь С3, Ферз, Д5, Д4, коньев 6, коньев 3, сл, лжи 4, необходимо ли сразу играть Ашты и далее на слонах 5, лжи 4? Какой далее план за белых после такой агрессивной игры на королевском фланге? Также, в варианте Ферз, Д8, как белым поскорее прихватить черных за такое промедление? Знаю, что если играть неконкретно, то у черных получается крепкая, солидная позиция. Ну, тут вариант состоит, вопрос, прошу прощения, состоит из нескольких частей, постараюсь осветить, осветить все. Итак, после Е4, Д5, ЕД, Ферз, Д5, конь С3, у черных здесь есть выбор из трех основных ходов, Ферз, Д5, Ферз, Д6, Ферз, Д8, и вопрос мамата касается двух из них. То есть, начнем с Ферз, Д5, Д4, конь Ф6, конь Ф3. Мамат спрашивал здесь про остановку фигур, связанную с ходами слон Ж4, конь С6 и 3, 0. Проблема в том, что после слона Ж4, H3, слон Х5, действительно, как мамата, в общем-то, верно указал в своем вопросе за белых сильнейший ход Ж4. После слона Ж6 очень важно сыграть конь Е5. Обратите внимание, что, во-первых, план с конь С6, 3, 0, он в принципе уже невозможен, потому что на конь С6 белые вообще уходом конь С4 на самом деле выигрывают партию немедленно, потому что ферзи нет достойных полей отступления. На ферзь Б4 следует А3, ферзь теряется, на ферзь А6 следует конь С6, ферзь не менее эффективно теряется. то есть конь С6 и 3, 0, не обсуждаются, а между тем белые создали серьезную позиционную угрозу А4. Обратите внимание, что черный слон Ж6 расположен неудачно, и белые могут в любой момент его поменять, но что намного важнее, они могут пешками начать оказывать на него давление, то есть либо А4, А5, либо реже Ф4, Ф5. К тому же у коля на Е5 помимо очевидного маршрута в район поле Ж6 есть и другой, а именно в район поле Ц4. То есть например на достаточно слабый ход конь Д7 белые отвечают конь С4 на ферзь А6 слон Ф4. Здесь у белых очень серьезный перерез. Обратите внимание, что уже грозит конь Д6 шаг. Поэтому сильнее за черный ход Е6 здесь белые проводят главную идею А4 слон Б4 слон Д2. Эта позиция была достаточно популярна, но последние 20 лет практически не встречается по той причине, что перед черным на самом деле стоят очень серьезные проблемы и они здесь не уравнивают. Поэтому если черные хотят все-таки провести план с подготовкой длинной архировки, то вместо слон Ж4 пятым ходом они чаще играют конь С6. Тоже возможно слегка второсортный ход. основной ответ за белый здесь слон Б5, но вот я скорее порекомендую ход слон Д2. Тоже очень сильный, на мой взгляд не слабее, чем слон Б5 и более скажем так простой для понимания. Белые создали по крайней мере идею конь Б5 в дальнейшем С4, то есть таким образом конь с темпом пропускает пешку вперед и обратите внимание, что черный ферзь на 5 расположен довольно плохо. если черный все-таки настаивает свои идеи связанные с длинной рокировкой, то белый есть конкретное сильное возражение. Они играют на Б5, ферзь Б6 и С4. Здесь создается ПМА роза С5, то есть черные практически обязаны брать на Ф3. Ферзь Ф3, конь С4. Взяли и взяли. Ферзь Б7. Белый отыгрывает материал. Более того, черный король в общем-то в беде, то есть черные должны менять Ферзей, и здесь после взятия слон Е3 у белых весьма приличный перевес франш, присвязанный с лучшей структурой и преимуществом двух слонов. То есть подводя итоги, можно сказать, что если черные уже отвели Ферзя на А5, то на план с ходами конь Ф6, конь С6 и слон Ж4 им рассчитывать довольно трудно. То есть все время не получается по каким-то конкретным причинам. Ну и вторая часть вопроса Мамата была связана с ходом Ферзь Д8. То есть Мамат интересовался как белым наказывать черных за такое промедление. Ну и этот вопрос намного сложнее ответить, не исключено, что ответа просто-напросто нет. То есть на мой взгляд ход Ферзь Д8 как минимум не слабее, чем ход Ферзь А5. Ну и уж конечно ни о ком прямом выигрыше белых тут речь идти не может. То есть в частности я должен отметить то, что так играл чемпион мира Магнус Карлсон и не в Блиц, а в серьезной партии на шахматной Олимпиаде и не против какого-нибудь рядового агрессмейстера, а против на тот момент номера 2 в мире Фабиана Каруаны. Более того, несмотря на то, что Магнус Чарлими не уравнял, партию Куран он выиграл. То есть к ходу Ферзь Д8 надо относиться достаточно серьезно. Ну, явно сильнейший ход за белых здесь Д4, Конь Ф6, ну и вот здесь основное продолжение за белых Конь Ф3, но если по каким-то причинам Конь Ф3 играть не хочется, например, белые не хотят допускать ту позицию, которая получилась в партии Карлсон Карлона, то есть еще интересный ход Слан Ж5. Он достаточно редкий, возможно, ваши соперники будут застегнуты врасплох. То есть идея белых связана с тем, чтобы срегаться очень ферзь Д2, а потом 3-0. Получается позиция, при которой расположение белых фигур достаточно нетипично для скандинавки и многие соперники, особенно если они убежденные скандинавы, будут здесь чувствовать себя некомфортно. Но тем не менее объективно ходку Ниф3, пожалуй, сильнее и основное теоретическое продолжение С6, но на мой взгляд ход С6 достаточно слабый и черным здесь тяжело. Важно помнить, что после С6 белых есть сильный ответ слон С4. В принципе, в скандинавке черные всегда хотят выбросить слона заперечную цепь, возможно, поменять его на коне, а потом сыграть Е6 и получить крепкую позицию. однако здесь слон Ж4 не проходит по причине слон Ф7 или конь Е5 с одинаково выигранной позицией, что в том, что в другом случае. То есть, надо играть слон Ф5, в этом случае белый играет конь Е5, висит на Ф7, Е6, Е5 уже знакомая Е, Ж4, слон Ж6, H4. То есть, безусловно, анализ тут, вариант можно продолжать, но у белых есть преимущество. И если вы мне не верите, то можете открыть, собственно говоря, ЧСБ, включить движок, и движок скажет все то же самое и подтвердить это вариантами. Поэтому из этого можно сделать вывод, что ход С6 не очень сильный, а вот слон Ж4, который Магнус избрал в партии с короной, наверняка не случайно, просто ход намного качественнее, в принципе, белые должны играть Афштрим. И, ну, здесь слон Ж5 значительно слабее, чем ферзи на А5, то есть, эта позиция довольно неприятная для черных. Но слон Ф3 ход надежный, после ферзи в 3 С6. Вроде как, у белых преимущество двух слонов, преимущество в развитии и преимущество в центре. Но вот есть ли у них здесь реальное преимущество с точки зрения шахматной истины, это еще вопрос. То есть, Карлман играл в партии Кунь Е2, партии против Карлсона. Может быть, имел небольшое давление, но в итоге проиграл. Слонь Е3 выглядит более натурально, но после Е6 у черных, обратите внимание, нет ни одной плохой фигуры, то есть, они избавились от слабого слона на С8, пассивного. Также у них нет ни одной перчатой слабости. То есть, безусловно, белые могут рассчитывать здесь на небольшой плюсик, но не более того. И, к сожалению, Мамат ничего более толкового, чем этого за белых я предложить не могу. Ход с Д8 достаточно неплохой. Александр Габриэлов спрашивает, как играть один конь Ф3, имея в виду, какие главные планы и идеи, как получать перерез и так далее. А то Е4 поднадоел. Ну, вот это и как раз тот тип вопроса, который я просил не задавать, по той причине, что хороший ответ на него займет много часов, и то многих, даже многочасовой ответ многих не удовлетворит. То есть, настоящий момент Конь Ф3 это мой главный ход за белых, и я мог бы говорить на эту тему много часов, как я уже сказал, но в формате данной рубрики точно не стану этого делать. Тем не менее, на вопрос надо каким-то образом ответить. Если очень сильно обобщить, то основные планы за белых после первого хода Конь Ф3 связаны с тремя разными расстановками. Первое и самое популярное это собственно второй ход Д4. На самом деле это даже не ход получается, что на самом деле не дебют рейти или английское начало, а просто в принципе ход Конь Ф3 в данном случае идентичен первому ходу Д4 с некоторыми небольшими тонкостями. Дело в том, что очень часто белые играя Конь Ф3 хотят просто получить обычные позиции из ферзевого гамбита, например, но избежав некоторых неприятных для себя возможностей. Ну, самый простой пример, после Д5 Д4 белые сыграли получается не С4, а Конь же стоит на Ф3, например, у черных нет контр-гамбита Альпина, хотя это, конечно, далеко не самая большая проблема. Второй подход, который встречается достаточно часто за белых, это Ж3, фианкета королевского слона, потом после этого белые играют Д3, 2-0, Конь, Д2, Е4, получается так называемая староиндийская атака. То есть белые таким образом пытаются свои призязания связывать с королевским флангом. Разумеется, это работает далеко не против каждого пространения черных, и в общем-то в принципе не обещает какого-то серьезного перевеса белым, но так играют достаточно часто. Ну и тот подход, с которым ход Конь Ф3 связываю я, в большинстве своих партий, это переход к английскому началу. То есть я играю G3, слон G2 чаще всего, после этого в какой-то момент C4, 2-0, Конь C3, ну и опять же, в зависимости от действий черных, я, к сожалению, повторюсь в формате данной рубрики не могу здесь вдаваться в серьезные тонкости, но скажу, что ход Конь Ф3 имеет определенные преимущества по сравнению с ходом C4, если выставлять английское начало, в первую очередь связанные с тем, что в C4 у черных есть довольно сильный ответ E5, и на мой взгляд белым весьма тяжело претендовать на преимущество в позиции, которую вы сейчас видите на своих экранах. Ну, я понимаю, что далеко не тот ответ, на который Александр, конечно, рассчитывал, но, к сожалению, тот ответ, на который он рассчитывает, затянется на очень-очень долгую веймейк, я в настоящий момент дать его не могу. Александр Доречик интересует, вот вариант, я думаю, вы можете видеть на своих экранах, какой тут план игры за черных, какие пешные продвижения проводить, какие маневры черных фигур, какие размены выгодны черным, отбери партию сильных шматистов, где были проведены основные идеи черных. Вариант, про который спрашивает Александр, получается из разменной испанки популярный ход слон g4, один из самых сильных, вероятно, h3, h5, давно известно, что брать на g4 белое здесь не вправе, d3, ферзь f6, тут у белого два основных хода, это конь d2, который на мой взгляд более сильный, более, более сильный, чем слон e3, ну и собственно слон e3, слон бет f3, ферзь бет f3, взяли, взяли, и вот собственно как раз в этой позиции обрывается вариант данный Александром, и вопрос про то, какой план проводить черным. Ну, начнем с того, что, как и в большинстве позиций в шахматах, план во многом связан с конкретными тонкостями, вот например в данный момент у черных единственный ход, как ни тяжело в это поверить, дело в том, что у белых есть сильная позиционная угроза f4, то есть например после 0 f4 у белых просто приличный приличный позиционный перерез связан с тем, что их структура выправляется, а у черных структура разбита. Поэтому ход слон d6 практически вынужден, то есть его делать необходимо. Ну и вот получается такая очень любопытная позиция с очень любопытной самобытной структурой. Поскольку вопрос был о планах черных, именно на них я остановлюсь в первую очередь. Очевидно, что конь даже 8 долго там оставаться не может, его нужно куда-то пристроить. Чаще всего сильные шахматисты вели его через e7 на g6 и наверное неспроста. Конь на g6 расположен очень хорошо, он может в варианте впрыгнуть на h4, оказывая непосредственно давление на пешку f3. Ну и также очевидно, ну в общем-то, что конь на g6, поле g6 хорошая стрянка для коня. Иногда, хотя значительно реже, конь с поля e7 после c5 переходил на c6 и в дальнейшем на d4. Однако этот план более пассивен, не всегда проходит и в общем-то связан в некоторой степени с игрой на отбой. То есть все-таки конь g6 клетка поинтереснее. К тому же при расположении коня на колесском фланге иногда за черных проходит, как я здесь нарисовал стрелочками, подрыв f5, который позволяет еще усилить давление на пешку f3. У белых тоже есть активные планы. В первую очередь они связаны с переводом коня на c4. Без этого белым практически невозможно играть в этой позиции. А в дальнейшем ладья f переходит на b1 и белые начинают такую своеобразную атаку перечного меньшинства a4, b4, b5. План, кстати, достаточно быстрый и достаточно эффективный. То есть черным нужно соблюдать осторожность. То есть ну вот дам примерный вариант конь e7 конь c4 и конь g6. Ладья f на b1. Позволить себе такое сравнение возможно некоторым из вас оно покажется некорректно. Позиция по духу очень похожа на популярный вариант за старой индийки. Дело в том, что у белых на ферзьевом фланге лучшая структура у них есть прямая игра на ферзьевом фланге от которой черным пассивной защитой отбиться довольно тяжело. То есть им нужна контраграна на королевском фланге как и в старой индийке. Также здесь есть прямые основания для этой контраграны потому что пешки f3 h3 слабы. И в то же время белым тоже если они выходят в глухую оборону крайне непросто. То есть они должны совмещать какие-то профилактические действия с накатом на ферзьевом фланге. Однако как ни странно эта позиция может достаточно быстро трансформироваться. То есть вот например если белые делают такие этот ход ладья f на b1 и ладья f на d1 они примерно одинаково популярны то у черных есть ответ конь h4 в принципе так играть нужно. Пешка на f3 висит защитить ее неудобно но есть тактический трюк f4. После ef конь d6 cd форсирована получается вот такая позиция. Она встречалась уже в партии гроссмейстеров я даже укажу когда закончу свою мысль одной из этих партий. Так вот в позиции на диаграмме мы видим достаточно нестандартное материальное соотношение слон против коня при ладьях к тому же пешная структура асимметрична. То есть в принципе можно было бы ожидать что у слава будет некоторое преимущество над конем. Но конкретные нюансы позиции таковы что у черных есть довольно быстрый гран на колярском фланге связанная с проведением g5. Все-таки король даже один чувствует себя достаточно неуютно а пешки же как мы можем видеть у белых нет. Если же белый король побежит в район поля e2 то может стать славой пешка h3 какой-то позиции черные могут создать например проходную на колярском фланге. Опять же все это выглядит довольно абстрактно и если есть желание более подробно изучить эту позицию то в частности я могу порекомендовать ознакомиться с партией Эберла Крамер которая была сыграна в Мульхайм Open 2014 года. То есть на мой взгляд немецкий шахматист довольно идейно играл и в общем-то одержал черными убедительную победу. Ну опять же в принципе наверное мог бы говорить повод этой позиции немного дольше но скажем так продолжительность рубрики накладывает свой отпечаток. Также спасибо за вопрос вопрос очень интересный как раз такой который я в общем-то ожидаю в данной рубрике. Андрей по нему разбор точно не в формате данной рубрики конечно. Но поскольку вопрос был задан что-то постараюсь сказать. Например укажу тот вариант который в данный отлично вызывает большие опасения то есть так прошу прощения e4 c5 konf3 e6 собственно это дворян паульсона без скандинга c6 немножко громоздкое название но другого в русском языке нет в английском языке есть название conversion то есть как раз вот эта позиция характеризуется таким вот названием ну и у белых основные годы конечно слон d3 konc3 и c4 в общем-то просто слон d3 konc3 на мой взгляд дела черных довольно неплохи а вот c4 создает некоторые трудности особенно после партии Carlson Anand в матче первенства мира 2014 года то есть Виш играл слон d4 это основной ход ну и вот Carlson применил сильную идею в xd3 это не новинка но ставит весь вариант на самом деле под сомнение то есть Anand играл konc6 konc6 dc на самом деле в подобной структуре черные всегда должны брать именно пешкой d это позиция не исключение взяли взяли e5 konc7 ну вот здесь раньше играли f4 но Carlson пришел на партию с ходом слона f4 и ход очень серьезный то есть в партии собственно того самого матча на первенство мира Anand не уравнял хотя и в дальнейшем имел даже возможность выиграть этим вот самым знаменитым ударом konc6 b3 e5 ну а с теоретической точки зрения у черных здесь проблемы и если они решают то на мой взгляд решать их нужно путем хода f5 опять же более подробно не буду останавливаться на этой позиции во всех остальных разветвлениях как мне кажется у черных полный порядок так что возможно я еще действительно запишу запишу видеоразбор этого вариант юосом спрашивает у меня два вопроса предлагаю выбрать какой более интересен на самом деле более интересен для меня конечно второй но постараюсь вкратце буквально вкратце ответить на оба какая расстановка белых в пирце уфимцев самая неприятная для черных лично на твой взгляд какой в ней используется план и как реагировать на подрывы в черных в центре и второй вопрос в чем отличие староиндийского начала против французской защиты с использованием хода третьего хода ферзи е2 вместо традиционного конь d2 спасибо ну начну с первого вопроса какая расстановка белых в общем вопрос по защиту перца уфимцева к сожалению защита перца уфимцева относятся к тем девятам в которых я разбираюсь крайне слабо тем не менее на ваш взгляд если у белых объективно есть в ней перевес пожалуй его нужно искать все таки в атаке трех пешек то есть выглядит достаточно опасно для черных слон g7 конь f3 здесь два основных хода 2 0 и c5 я уверен что ю осам уже знает в общем то знаком здесь с теоретическими тонкостями что после 2 0 что после c5 я ничего нового для него не скажу но опять же повторюсь если у белых где-то есть серьезный перец в перца уфимцеве то именно здесь но я чаще играю конь f3 и поскольку вопрос был какая расстановка какой план за белых может быть для черных наиболее неприятен я вот назову именно этот вариант дело в том что ну после развития слон e2 2 0 2 0 так или иначе черным довольно тесно им нужно проводить какой-то подрыв центра либо c5 либо e5 но c5 в такой структуре достаточно слабо потому что на c5 белые всегда отвечают d5 и в дальнейшем либо играют на 4 и готовят прорыв e5 либо играют а4 и переводят коня через 2 на c4 поверьте на слово черным очень тяжело в этой структуре а ясной контрреры у них нет то есть значительно чаще черные будут играть e5 либо подготавливая это путем конь d7 в дальнейшем играли e5 либо играют слон g4 меняя слон на коне а потом играю e5 ну и в общих чертах пока не то как я трогаю этот вариант это размен на e5 после него черный бьет так иначе пешкой на e5 и получается позиция в которой в общем-то расположение фигур и пешек сторон практически симметрично но в мой взгляд белые могут рассчитывать на крошечный перевес который связан с тем что все-таки их слон на e2 немного лучше чем черный слон на g7 потому что когда черные проведут на e5 слон на g7 довольно явно упирается в пешку e к тому же при такой структуре после d e до e черные практически начисто лишены активных планов а это для сторонников боевой динамичной защиты перед достаточно неприятно ну понимаю что не самый не самый исчерпывающий ответ но как я уже сказал во-первых тема сложная во-вторых я к сожалению крайне плохо разбираюсь в пирце ну и второй вопрос был на мой взгляд поинтереснее про староиндийскую атаку через порядок ходов французской защиты дело в том что действительно долгие годы здесь если белые хотели играть староиндийскую атаку они играли кунду 2 а последнее время практически полностью переключились на ферзи 2 и вот собственно задают вопрос почему это произошло ну я не берусь издражать что то что я сейчас скажу это именно та самая причина по которой кунди 2 практически полностью вышла из моды но свои соображения у меня есть дело в том что после кунди 2 кунди в 6 кунди в 3 у черных есть как мне кажется очень сильный очень по крайней мере хитрый достаточно сильный ход b6 дело в том что если сейчас белые играют по канонам сторон диска даки то есть g3 то после dcdm слон b7 неожиданно возникают конкретные проблемы то есть висит пешка e но e5 это конечно с принципиальной точки зрения совсем не то что белые хотят получить здесь и после хода кунь d9 и после хода кунь e4 у черных хорошая позиция ну а если же следует ферзь e2 как вроде бы обычно играется в подобных структурах то вот здесь у черных есть конкретное сильное возражение слон a6 c4 вынужденный после кунь c6 получается довольно странная позиция но несколько партий которые были в ней сыграны но также анализы подтверждают что у черных здесь хорошая игра к тому же подобного ролла структура пешки c4 e4 ослабленная пункт e4 они совершенно не подходят по стилю тем шахматистам которые играют за белых страндистскую атаку ну а если же белые не все-таки знают об этой тонкости играют c3 вместо g3 на пятом ходу то здесь черные просто продолжают развитие то есть c5 и опять же если g3 то черные играют слон e7 на слон g2 они бьют на e4 в дальнейшем бы вводят слона a6 то есть вот это ключевая идея белые не могут рокировать это для них очень неудобно то есть поэтому белые играют слон e2 слон e7 2 0 или конца 6 и вроде как на доске обычная страндистская атака но все-таки слон на e2 расположен не очень хорошо и поэтому черные здесь могут минимум рассчитывать на комфортное уравнение и на мой взгляд белые не могли ничего серьезного показать вот против этой идеи за черных поэтому переключились на третий ход ферзь e2 дело в том что теперь на коне f6 коне f3 ну очевидно что b6 не имеет серьезного смысла хотя бы потому что у белых есть хороший ответ e5 коне fd7 g3 получается вот типичная типичная структура для странической атаки с типичными опять же планами фигурного давления на королевский фланг поэтому b6 играют довольно редко обычно играют слон e7 ну и получается вот такая вот теоретическая табия слон g25 0 конь c6 e5 конь d7 здесь обратите внимание белые уже определились с положением ферзиона на e2 это немного ограничивает их шансы на успешную атаку на королевском фланге зато у них есть сильный идейный ход c4 прорезая прорезая белые поля в центре то есть например после dc dc очень тяжелая позиция то есть и здесь черные играют по-разному например популярен хоккуль b6 после b3 скорее всего черные правильные к конечно здесь должны уравнять но позиция достаточно сложная стратегически достаточно сильно она перетянута перчатыми цепями по всей доске то есть это именно то что от стороны дискоатаки ждут играющие белыми то есть если скажем так урезать все то что я сейчас сказал то ход ферзь e2 просто-напросто сильнее и более коварен чем ход конь d2 и поэтому если если вы играете за белых в стороне дискоатаку то лучше играть именно ферзь e2 изменится все только мое мнение Владимир Шинец спрашивает Никита а как можно играть за белых и черных чтобы не изучать дебюты от и до возможно ли это есть ли какой рецепт ну опять же конечно к сожалению совсем не тот вопрос на который мне нравится отвечать но тем не менее попытаюсь это сделать начнем с того что формулировка изучать дебюты от и до предназначает то что все шахматисты на всех уровнях этим занимаются то есть они досконально знают все дебюты на самом деле это не так то есть до уровня 2650 практически никто досконально не разбирается даже в одном двух дебютах не говоря уж о всех ну начиная с уровня 2650 есть некоторые дебютные эксперты которые очень хорошо понимают и чувствуют также знают одну один или два дебюта одну может быть один или два варианта тем не менее шахматистов на любительском уровне ну и даже на скажем так условно профессионального это волновать особо не должно другое дело можно ли каким-то образом играть за белых и черных так чтобы не изучать дебюта не от иду а вообще не изучать дебюта это более интересный вопрос в целом я конечно склоняюсь к ответу нет но если уж очень хочется получить если очень хочется получить такую схему в которой можно разыграть но ничего не зная это вот как раз система гиппопотам или система уйталки которая еще про которую еще будет вопрос в данном видео но она возникает после на самом деле разных порядков ходов но суть в том что белые белые и черные полностью отдают центр то есть белые либо черные и стремятся получить вот такую вот позицию то есть черные каким-то образом заканчивают развитие белые играют b3 тут играют слон b2 на ферзь 7 играют a3 чтобы не пустить слона a3 получается вот такая вот вот такая вот структура то есть в принципе белые готовы на d4 сыграть e4 получить позицию староиндийского типа то есть сыграть потом до 0 и f4 и начать активность на королевском фланге если черные в какой-то момент играют e4 обычно белые либо сразу закрывают центр его сначала меняют коня а потом закрывают центр то есть я понимаю что в данной позиции это все может быть не совсем актуально но общий рисунок такой и особенность особенность системы утилки в том что белые играют одно и то же практически на любое построение за черных и пробить это все очень тяжело то есть это мой взгляд за белых наверняка можно так играть и никаких серьезных последствий не будет то есть конечно белые отказываются от борьбы за пререз может быть они получают по итогам дебюта немного хуже но зато борьба в митейшпиле будет проходить на их территории за черных все немного сложнее то есть есть определенные порядки ходов при которых утилку за черных выставлять может быть опасно но все равно то же самое построение если вы совсем не хотите изучать теорию никаких дебютов то можно так играть и в большинстве партий ничего страшного в дебюте происходить не будет я понимаю что наверное такое вот достаточно пассивное построение за белых это не то что вы ожидали но если играть более активно то все таки нужно учить хоть какую-то теорию таковы скажем так такова особенность работы над дебютами работы над шахматами в общем Тарас Войтович спрашивает можно ли делать некорректную жертву фигуры когда комп ругается при анализе а тебе интуитивно кажется что это хорошо то есть комп может не написать хуже на 2-3 но за соперника надо поднимать точные ходы не подняв которые будет сразу равно или перевес надо ли так рисковать ну я совершенно не понимаю конечно какое отношение этот вопрос имеет к дебютам теории изучению дебютов ну вообще к чему-то связанному с словом дебют но я не буду заставить внимание на этом вопросе но поскольку хоть как-то ответить надо то скажу что действительно во время партии бывает бывает такой выбор что есть жертва которая скорее всего по твоим ощущениям является блефом но ты понимаешь соперник может не отрегулировать на него правильным образом и как вот принимать решение в такой ситуации ну это разумеется очень зависит от соперника очень зависит от позиции но если очень очень нужно какое-то одно вообще правило то я вот следую такому опять же если я понимаю что жертва скорее всего является блефом то я на нее иду только в том случае если вот это мое понимание ограничивается ощущением то есть если я догадываюсь что каким-то образом можно провернуть жертву но я не вижу как то я иду на это если я вижу что после этой жертвы соперник отобьется какими-то конкретными ходами то есть даже если они сложные но я их сам вижу то я имею ввиду что их может увидеть и соперник и в большинстве случаев на такую жертву не иду ну понимаю что ответ конечно так себе но и вопрос если честно не лучше поэтому приступаю к следующему Зинулак Букаров интересуется хороший ли дебют за черно-французская защита на раз для да хороший если хочется более развернутый ответ то да хороший но перчатая структура d4 e5 против d5 e6 в центре подразумевает то что белые все-таки могут организовать некоторое давление на королевском фланге чтобы играть французскую защиту за черных нужно иметь все-таки своеобразный склад ума но дебют от этого менее хорошим не становится Денис Тимчук задает похожий вопрос ваше мнение о поводу шотландской партии хороший дебют пожалуй второй по силе третий ход белых после испанки после хода слон b5 тем не менее всерьез белые не могут рассчитывать на перевес после ходов ed конь d4 и оба хода и слон c5 и конь f6 на мой взгляд в общем-то должны давать черным равенство у нас кстати еще будет один вопрос более конкретный тоже по поводу шотландской партии но пока Евгений Шувалов спрашивает какая лучшая расстановка белых против системы уйтолки но системы уйтолки мы уже вкратце коснулись это вот такая вот такое вот довольно странно выглядищее построение оно может применяться и за белых и за черных но все-таки в основном системы уйтолки называют этот дебют за черных и как я уже сказал в общем-то довольно тяжело довольно тяжело это пробивать то есть возможно белым стоит просто заняться развитием фигур получить небольшой пространственный перевес и делать разумные ходы у них будет либо чуть лучше либо может быть равно но в комфортной позиции однако если вопрос действительно задан по системе уйтолки со стороны черных то все-таки на мой взгляд вот в позициях подобного типа так прошу прощения в позициях подобного типа которые например возникают после атаки трех пешек в в пирце и предположим черные после этого выставляют выставляют построение уйтолки ну и каким-то образом каким-то другим образом черные дают белым получить положение пешек именно на d4 e4 f4 то есть без пешки на c4 вот здесь мне кажется что объективно могут быть у черных некоторые проблемы особенно если они упорствуют в своем желании получить именно уйтолки то есть к примеру а6 у неф3 здесь пожалуй черный сильнейший ход b5 там больших проблем у них быть не должно но если если черные выставляют уйтолку то выясняется что вот так прошу прощения что вот подобного подобного рода структура иногда бывает достаточно уязвима к проведению f5 если белые прорывают центр путем d5 или e5 то обычно черные имеют достойный способ ответить на это но вот f5 сильнее и f5 опаснее потому что во-первых создается угроза fe fe и вся структура разрушается то есть если черные два раза три раза берут то их структура тоже разрушается ну вот часто появляются такие идеи с на а6 то есть вот играя уйтолку нужно все-таки быть аккуратным именно при положении пешки на f4 то есть на мой взгляд вот например ход a6 просто уже не точность если в дальнейшем черные собираются пенкетировать второго основного ставить хранение до 7 e7 надо играть по-другому то есть например надо играть e6 сразу но даже здесь то есть конь f3 конь e7 слон d3 конь d7 предположим возможно тоже неточность 2 0 b6 то здесь после f5 у белых уже очень сильная атака то есть вот при таком пешечном расположении черные нужно соблюдать большую аккуратность если черные задерживают ходя на b8 то белые играют сл е3 ферзи 2 2 0 ждут за черной хокеровки после чего начинается прямая атака если хокеровки не следует то белые в какой-то момент проводят f5 если черные пытаются встретить f5 сами то очень часто белые могут вскрыть центр и добиться сильной инициативы иногда они играют e5 и вот такая вот фиксация структуры f5 e5 за черных тоже не самое приятное потому что все-таки их слон уже 7 напрочь умирает а какой-то прямой контур игры за это добиться не получается то есть повторюсь на мой взгляд если белые получают возможность продвинуть пешки d e и самое важное f на четвертую горизонталь то у черных в системе утилки могут быть определенные сложности ну опять же я не эксперт ну и в принципе сама структура очень очень все-таки сложная для понимания тем не менее я считаю что хоть как-то на этот вопрос я ответил на мой взгляд лучшая расстановка за белых именно вот такая d4 e4 f4 по мотивам атаки трех пешек в перце алексей ломовских интересуется чегорин как действовать черном после c3 dc cf3 или cf3 c4 c3 ну такой довольно свой обратный вопрос конечно d4 d5 c4 c6 защита чегорина ну и вот вопрос был про два порядка ходов начнем с первой c3 dc cf3 кстати даже не совсем понятно в чем вопрос заключается у черных на самом деле чуть ли не единственный ход потому что ну c4 это грубая ошибка здесь после d5 черные страдают здесь позиция практически проиграна если e6 то после e4 как обычно у белых просто большой перерез они захватили центр ну и в данной редакции конь c6 заграживающий пешком c7 он совсем позицию черных не красит то есть надо играть конь f6 ну вот здесь у белых большой выбор возможностей то есть d5 можно играть e4 слон g5 ну опять же если я сейчас буду говорить что черным делать после каждого из этих ходов то получится полноценный экскурс по защите чигури на это как бы формат данной рубрики не входит на мой взгляд самый неприятный для черных слон g5 я считаю что черные здесь не уравняют при оптимальной рее со стороны белых но такой уж дебют и как бы даже если черные не уравняют то получат может быть не намного хуже и при должном знакомстве с получающимися позициями можно будет соперников переигрывать ну и второй парад ходов второй конь f3 слон g4 и конь c3 что делать черными здесь ну опять на самом деле выбор то не больно большой то есть промахл е6 практически вынужден опять же dcd5 то же самое только вид сбоку это мы уже видели белого здесь большой перерез то есть надо играть е6 ну и опять опять очень много возможностей у белых но немного продлю вран то есть cd ed например слон g4 это конечно не единственный ход но он вынуждает черных реагировать точно то есть если сейчас конь f6 это неправильный ход то после e3 получается структура из отказанного ферзевого гампита но с глупым коньером на c6 который здесь никем не компенсируется если играет e3 сразу то хотя бы это компенсируется тем фактом что слон на c1 стоит плохо а вот после слона f4 за черных практически единственный хороший ход это слон e3 это надо запомнить ну и после gf слон d6 получается позиция где у черных чуть лучше структура но зато у белых два слона и небольшое преобладание в центре если доказалось что эти позиции немного в пользу белых но конечно апологетом защиты чегорена кажется строго наоборот ну а на вопрос как я считаю я опять же вкратце но ответил после в общем в этой позиции за черных единственный ход конь f6 который позволяет бороться за уравнение в этой позиции черных единственный ход f6 опять же с некоторыми шансами уравнять объективно защита чегорена конечно дебют слегка второсортный но играть его можно как лучше действовать черными после d4 конь f6 конь f3 g6 слон g5 слон g7 конь d2 сколько я помню такой вот дебют за белых называется атака тор то есть кунь f3 и слон g5 вне зависимости от действия черных слон g7 конь d2 да достаточно хитрый порядок ходов и конечно чтобы ответить на этот вопрос более полно мне было бы желательно знать какой ваш основной дебют за черных на d4 какой ваш основной дебют за черных на d4 что если вы играете грунфельда то здесь вопрос вообще не стоит d5 явно сильнейший ход и после e3 черные например могут срать c5 очень конкретный подход к решению проблем и здесь после dc опять же сильный ход кунь f7 черные полностью уравнивают а если c3 ну получается структура характерная дебюта ферзевых пешек в целом наверное слон уже в 7 расположен не идеально но я не вижу причин по которым черные могут здесь испытывать серьезные проблемы с уравнением если вы играете страндикую то конечно ситуация немного сложнее потому что вроде как ожидается что сейчас черные пойдут 2 0 или d6 но после 2 0 или d6 e4 все таки страники тоже страники тоже нет то есть это пирц очевидно это не самая опасная для черных разновидность защиты перцев фимцева но все таки не есть свои тонкости если бы я вот эту позицию увидел перед собой играя черными не готовясь перед партией то есть просто неожиданно мой соперник сыграл бы атаку туры я бы практически практически не думая сыграл бы d5 и в общем-то был бы доволен жизнью все таки такой вот дебют за белых не может быть связан с серьезными притязаниями наперевес то есть вкратце играйте d5 и должны легко уравнивать человек с немного необычным именем или ником спрашивает здравствуйте дайте профессиональную оценку следующим дебютом гамбит эванса контр гамбит альбина можно ли играть в классику до уровня кмс занимаюсь шахматами полгода играю в интернете судя по рейтингу силы соперников около второго первого разряда имею хорошие результаты в обоих дебютах за временем хочу пойти в настоящие турниры получить может быть первый разряд когда-нибудь для себя я уже взрослый смогу ли я использовать этот дебют на репертурах в классику на этом уровне опять же если отвечать вкратце то да сможете на уровне первого разряда можно поменять любые дебюты ну и к тому же гамбит эванса контр гамбит альбина далеко не худшие дебюты конечно не лучшие но и не худшие давайте все-таки откроем доску поставим эти позиции буквально на несколько секунд то есть слон c4 слон c5 b4 гамбит эванса то есть неплохой дебют и вообще в принципе белые они на то и белые что могут играть практически любую ерунду в дебюте все равно не получить хуже то есть вот гамбит эванса например вроде бы белые жертвуют пешку и вроде бы по виду нет определенной нет явной компенсации но все равно белых не хуже c3 слон c5 d4 и белые получают получают в итоге определенную игру за пешку другое дело что периодически вам будут попадаться соперники которые знакомы с теорией гамбит эванса и знают что есть смысл сыграть вот этот самый вариант ласкера то есть d6 ферз b3 ферз d7 на дес он d6 то есть не дай называть вариантом ласкера иногда современной защитой но в любом случае черные отдают пешку но взамен у белых возникают конкретные проблемы с координацией в игру то есть сейчас грозит конь a5 в то же время черные хотят отобрать пешку обратно то есть теоретически вариант продолжается конь bd2 конь a5 ферз c2 конь c4 конь c4 d5 ну и к сожалению борьба за дебютный вверху вверху а с и гамбит ревенса можно в принципе на любом уровне чего стоит только партия каспаров анант 95 год когда каспаро выиграл эту партию применив вот такой вот романтический дебют то есть гамбит ревенса играть можно безусловно с контраграммита бельбина ситуация немного немного сложнее то есть в принципе ответ все равно положительный на уровне первого раза так играть можно более того дебют очень хитрый и не исключено что некоторых соперников вы будете обыгрывать прямо не выходя за пределы первых 15 ходов то есть пешки не хватает явной компенсации нет но есть компенсация неявная то есть d4 все-таки обеспечивает черным перевес пространстве есть вот план с быстрым развитием модельной рокировки играть белыми без подготовки может быть очень неприятно к сожалению с контраграммита с контраграммитом бельбина есть другая проблема которая на мой взгляд все-таки делает применение этого дебюта непрактичным дело в том что даже шахматисты первого раза рейден ну и вообще шахматисты любого уровня с весьма приличной вероятностью здесь не будут играть c4 а будут играть конь f3 а конь f3 означает то что ну e5 здесь совершенно не осуждается после конь e5 у белых выигранная позиция то есть надо играть что-то другое но если надо играть что-то другое то надо играть какой-то разумный ход то есть например конь f6 но в любом случае это означает что после d4 вам помимо контраграммита альбина придется учить другой нормальный дебют но если все равно придется учить другой дебют то почему бы не играть его и вообще оставить эксперимент из контраграммита альбина то есть каких-то конкретных шахматных проблем на уровне первого разряда с этими дебютами нет но вот с контраграммитом альбина есть проблема скорее не шахматная а проблема порядка ходов которая просто будет которая означает что вам просто придется делать лишнюю работу и на мой взгляд она не совсем окупается но тем не менее играть так вполне можно и даже не только на уровне первого разряда Вера Сидорова задает два вопроса первый что лучше играть за черных после d4 d5 концы 3 второй какой план лучше избрать если противник постоянно играет за белых h4 h5 за черных соответственно h5 h4 причем иногда на третьем ходу когда рокировки еще не определились но начну с первого вопроса потому что понятен для меня второй если честно в меньшей степени d4 d5 концы 3 так называемый дебют Вересова достаточно часто применяется в блиц на уровне кандидата в мастера например достаточно хитрый дебют но все-таки белые не должны получать перевес под одного образом то есть конь f6 и вот здесь у белых конь f6 как мне кажется играть нужно если конечно вы не являетесь поверженкой защиты каракан или французской то есть если черный играет на e4 защиту каракан то есть прямой резон пойти здесь c6 это даст черным некоторые дополнительные возможности но в то же время даст белым возможность играть e4 и здесь придется играть защиту каракан ну и то же самое после e6 и e4 придется играть французскую если же французская или каракан не фодит вашим план то надо играть конь f6 не допуская e4 ну и последнее время если уж белый играет дебют у Эрисова то с идеей ответить здесь слон f4 да по слон f4 можно играть по разному в принципе черные везде должны уравнивать но мне нравится ход c5 создавая прямое напряжение на оказывая в общем давление на белый центр черный хотел взять cd допускать это не очень выгодно то есть логичный ход e3 ну и здесь cd ed a6 очень важно сыграть a6 потому что на естественное конь c6 после конь b5 белый практически выигрывает на самом деле ходом b5 то есть a6 это необходимая потеря темпа но с другой стороны здесь после конь f3 а белые в любом случае в принципе не могут долгое время воздерживаться от хода конь f3 слон d3 конь c6 конь e2 здесь плохо по другим причинам после конь b4 черный меняет белокольного слона то есть конь f3 слон g4 очень важно пропустить слона за печную цепь то есть либо на f5 либо в данной ситуации на g4 после h3 черный просто меняет этого слона играет e6 и получается крайне удобная на мой взгляд для черных разновидность структуры которая обычно происходит из защиты каракан то есть например e6 или конь c6 3 0 e6 ну вот странная караканская структура но у белых вместо пешки на c3 стоит конь это в общем-то уменьшает их шанс ну а у черных нет ни одной плохой фигуры слон на f8 очень хорош они близки к завершению развития и король c1 еще такой что может в принципе в некоторых вариантах попасть под атаку то есть как мне кажется вот это вот вот эта вот расстановка с c5 дальнейшим разменом на d4 ходом а6 самое главное решает здесь зачеркнут все основные проблемы иногда после конца 3 и куня в 6 белые играют не слон f4 а е4 так называемый гамбит blackmaradimmer это конечно явно не может давать белым перевес я не буду здесь подробно подробно останавливаться на теории этого гамбита то есть есть литература или вы можете задать вопрос к следующей дебютной клинике но конкретно по этому гамбиту ну а сейчас скажу что после df3 вверх можно загадить e3 не выигрывая пешку но зато получая безопасную позицию но сильнее всего как мне кажется ефку не в 3 и вот здесь ход c6 ход выглядит не совсем конкретно но вот какой бы план здесь белые не избрали у черных везде находится достойное противодействие а личная пешка сохраняется ну и иногда белые играют меня слон f4 e4 слон g5 опять же можно реагировать по-разному как мне кажется конь d7 самый логичный полностью исключая размен на f6 портить пешечную структуру теперь черные на слон f6 возьмут конь f6 на какое-то простое развитие белых вроде e3 e6 кун f3 слон e7 черные просто расставляются по канонам отказанного ферзевого гамбита ну а потом играют c5 и обратите на внимание конь на c3 расположен довольно глупо потому что загораживают собственную пешку на c2 но черные здесь уравнивают ну и иногда играет белый fxd3 такой вот любопытный план с подготовкой очень скорой длинной архировки ну и здесь после f6 иногда белый бьют на f6 играет после этого e4 опять же это не может ставить серьезных проблем например после fxd4 c6 или e6 у черных как минимум комфортный рас с слонами ну она слон h4 вместо слон бьют f6 есть интересный интересный выпад ферзем то есть ферзь a5 и опять же в связи с идеями g5 и конь e4 очень полноправная игра понятное дело что это не совсем полный экскурс в теорию дебюта вересова но оказал варианты до той глубины до которой собственно позволяет позволяет особенности данной рубрики ну и второй вопрос какой план лучше избрать в том случае если белые играют на ранней стадии партии h4 h5 черные h5 h4 ну опять же вопрос задан в какой-то очень абстрактной форме поэтому я отвечу на него в абстрактной форме если ваш соперник без всяких оснований играет на третьем ходу белыми h4 h5 это очень хорошие новости особенно в том случае конечно если у вас не стоит пешка на g6 то есть условно говоря какой-то ход например h4 первым ходом вы играете d5 ну и на h5 разумеется это все настолько глупо что можно реагировать каким угодно образом но логично выглядит h6 то есть белые потратили 2 темпа черные потратили 1 темп в итоге белые создали себе слабость каким образом они будут извлекать дивиденды из положения черной пешки на h6 как раз таки совершенно непонятно то есть в принципе на такой вот набег пешки имеет резон ну поставить стоппер не сразу а вот на третий или шестой горизонталь ну тут как говорится какой вопрос такой ответ Алексей Бахтин спрашивает какие у черных перспективы в защите каракан после в общем варианте гургенидзе да в 70-е годы достаточно был популярный вариант к сожалению сейчас его применяют намного реже и опять же к сожалению не без оснований то есть после d4 d5 гон c3 b5 перспективы черных при игре с знающим соперником здесь довольно плачевны то есть конечно у белых есть определенный перевод после d b4 конь e4 cd конь c5 но тут еще можно мутить воду а вот после хода а3 если честно получается так что черные соорудили себе слабости а взамен не получили ничего то есть раньше и сам бухутик гургенидзе насколько я помню связывал ход b5 с идеей получить обычный каракан то есть конь g3 слон g6 и в дальнейшем если в дальнейшем у белых нет плана основного плана в главных вариантах связанного с длинной рокировкой потому что пешка на b5 как раз таки для этого расположена хорошо она обеспечивает черным пункт d5 но у белых есть обычный позиционный план с короткой рокировкой пешка на b5 в этом случае стоит глуповато ну и есть еще очень сильный ход а4 и вот после него я ничего даже относительно похожего на уравнение найти не мог то есть висит на b5 надо видимо играть b4 ну и здесь после коня f3 это просто слабости у черных слабости на ферзьевом фланге они отдали белым отличное поле для развития слона но взамен опять же ничего ну и другая идея это черных связана с тем что брать не слон f5 а коня f6 ну и здесь после коня f6 ef c3 или слон d3 с жертвой пешкой в общем черных просто хуже и к сожалению я не думаю что в ближайшее время что-то сможет поколебать эту оценку олег в словах спрашивает никита точнее просит помощи посоветую вариант в шотландке с приятной и понятной игрой за белых в частности вариант где черные расставляют слон c5 куни 7 ферзь f6 но последнее уточнение немного сбивает меня с толку но будем считать что олег имеет ввиду олег имеет ввиду вот эту позицию здесь слон c5 ну и как мне кажется за черным только один один только один ход белых оставляет черным возможность получить вот эту вот самую расстановку слон c5 куни 7 ферзь f6 то есть я предполагаю что олег имеет ввиду ход слон e3 за белых ферзь f6 c3 и хочет в общем олег нуждается в плане плане за белых и какой-то расстановке которая позволяла бы здесь белым получать комфортную игру ну если честно все-таки считают что черные здесь должны уравнивать причем должны уравнивать без особых проблем именно в данной разновидности шотландки ходом куни 7 но как скажем так оружие на несколько партий как мне кажется ход g3 довольно неплох за белых потому что во многих книгах написано что черные здесь легко уравнивают путем d5 что наверное так но требует доказательств потому что после d5 белые играют слон g2 примерно d e 2-0 дело в том что белые не спешат отыграть пешку на e4 например на 2-0 после конь d2 у них очень серьезный перевес потому что конь с темпом идет на e4 а черные не готовы встречать этого коня на e4 все их фигуры попадают под вилки а на самом деле согласно мегабазе это чуть ли не самая популярная последовательность ходов за черных то есть d5 d e 2-0 2-0 так играет очень часто по крайней мере в блице можно выловить довольно большое количество соперников если же черные все таки хотят уравнять то им здесь надо играть слон d4 после cd слон f5 пока цепляет за эту лишнюю пешку тем не менее белые ее отыгрывают то есть прошу прощения на самом деле после 3 то есть белые ее отыгрывают в случае 2-0 2-0 конь e4 если 3-0 то к сожалению отыграть ее не получает потому что висит на d4 но вот здесь есть интересный ход f3 с углазой fe все черные фигуры повязаны то есть в принципе надо брать на f3 ферзи f3 ну и я не уверен насколько здесь у белых серьезная компенсация за пешку но она точно есть и при должной подготовке этот вариант мне кажется вблиться может приносить большое количество очков все-таки посмотрите насколько хорошо белые слоны работают по этим длинным диагоналям ну и к тому же чтобы исполнить за черный ход слон d4 все-таки нужно знать теорию этого варианта к сожалению с ходом g3 есть помимо вот этого ответа слон d4 в дальнейшем есть еще другая проблема есть ход h5 который применяется редко но уже например балаган в своей книге посвященной репертуару за черных после e4 он уже упоминает этот ход то есть я ожидаю что ее популярность будет увеличиваться и ход действительно очень сильный то есть если сейчас белые будут реагировать на 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 движение черной пешки а что вот эти варианты с ходом d5 они неожиданно резко выигрывают в силе за черных то есть ход слон же слон же 2 4 и невынужденный черные играют h4 и вот здесь вот как я не старался не мог найти за белых никакого перереса то есть более того даже надо соблюдать аккуратность но сильнейший ход на мой взгляд конь a3 если же черным нужно точно играть причем но если если ваш соперник никогда не видел эту позицию ход конь a3 для него неожиданный то есть шансы что он здесь сделает что-то не так например на d6 конь b5 уже практически выигрывает висит на c7 защищать неудобно на слон b6 последует конь c6 и опять же висит на c7 то есть d6 играть нельзя радио ход выглядит логично если слон b6 то после конь c4 белые заполучают преимущество двух слонов без особой компенсации к сожалению черных все-таки есть здесь достойный ответ именно слона 3 b6 и вот здесь вот получается обоюдно острая позиция у белых два слона но у них серьезно повреждена структура и у черных в общем-то все фигуры расположены неплохо я бы эту позицию на самом деле предпочел играть черными компьютер считает что она примерно равна ну а ход g3 в качестве такого вот сюрприза для соперника все-таки на мой взгляд довольно неплох и ну это то что в настоящий момент я готов белым посоветовать в этом варианте ну а так повторюсь что все-таки шотландка скорее всего не в состоянии дать белым какой-то реальный перевес так что Олег извини сделал что мог Владимир Дубровский интересуется Никита привет что играет против Берда дебюта Берда первого хода в 4 солидно расставится d5 или по фрому e5 насколько сейчас фром на высоком уровне корректен или другой вопрос на твой выбор как играть белыми на кунь f3 кунь f6 g3 e6 видимо сун g2 b5 сам черный миссерал так труднее против соперника который краталон таким порядком ходов играет и засушил позицию не дал ему игры ну хорошо я на самом деле отвечу на оба вопроса оба довольно любопытные что играть против Берда начнем с того что дебют Берда конечно несколько сомнительный черный уравнивает без проблем но только в том случае если они играют d5 или кунь f6 или g6 в общем что угодно кроме собственно говоря e5 потому что гамбит Фрома ну в игре он совершенно конечно не не практичен потому что f4 играет редко а гамбит Фрома требует серьезных знаний ну и вторая проблема что его снат он не уравнивает давайте коснемся этого поближе e5 f1 d6 ed слон d6 кунь f3 конечно некоторые соперники вероятно взевают мат в 3 хуже но серьезно рассчитывать на это не приходится после коня f3 всегда считалось что за черных основной самый сильный ход это g5 по ласкеру g3 g4 конь h4 конь e7 конь идет на g6 ну я думаю что для Владимира это все в общем-то не секрет конь g6 и на самом деле белые после конь g2 могут рассчитывать на перевес как мне кажется ну и после конь g6 hg тут основная теоретическая линия ферст d3 конь c6 c3 ферзь e7 ну и здесь вот слон g2 и в общем-то это все довольно давно известно и как мне кажется просто-напросто у белых здесь лучше то есть например слон d7 конь d2 и на 3 0 можно даже сыграть 2 0 и вроде как у черных какая-то инициатива но у белых очень сильный центр у них две пешки в центре против 0 а прямой атаки вроде как не проходит то есть в крайнем случае конь готов прийти на e4 на мой взгляд у белых просто лишняя пешка и гамбит фрам просто-напросто некорректен и довольно странно для меня что в общем-то гамбит фрам имеет хорошую репутацию то есть многие шмылисты считают что черные таким образом уравнивают это достойная альтернатива ходу d5 как мне кажется ход d5 на порядок сильнее после e5 черные создают себе огромное количество ненужных проблем и объективно не уравнивают но опять же это только мое мнение может быть я не знаком с какими-то новыми веяниями но в общем не рекомендую гамбит фрама ну и второй вопрос касается дебюта рейти конь f3 конь f6 g3 вопрос был такой что делать белым если черные играют e6 слон g2 b5 ну белым нужно радоваться на самом деле потому что конкретно через этот порядок ходов как мне кажется это все не очень хорошо за черных потому что нетрудно убедиться что это жертва пешки и белые могут эту самую пешку забрать то есть c6 конь b5 и после cb слон на 8 у черных там нет достаточной компенсации потому что даже после 9 довольно неожиданно но этого слона тяжело выловить то есть был бы здесь на 8 конь это было бы другое дело а так у черных довольно черных довольно тяжело приблизиться к этому слону но и на самом деле эта позиция известна в тюрьме у белых здесь лучше если же черные играют на позиционную компенсацию то после d5 ну здесь единственный момент тонкий момент что важно знать что есть сильный ход конь 5 на а3 который не выглядит естественным но здесь что бы черные не делали то есть там слон е7 или конь d7 2 0 белый просто заканчивает развитие старая c4 2 0 b3 и откровенно говоря все это выглядит похоже на обычный каталон но у черных каким-то образом пропала пешка на b7 взамен конечно они вынули белого коня переместиться с f3 на а3 но в подобной структуре как мне кажется это не особо белым вредит а личная пешка скажется то есть b5 ход просто не очень удачный потому что есть другая идея можно сыграть конь е5 и на d5 сыграть d4 и вот конкретно в данной в данной позиции все таки как мне кажется белых лучше я не исключаю что владимир либо в вопросе перепутал вот этот вариант е6 b5 с немедленным ходом b5 либо его соперник что-то перепутал потому что после b5 после немедленного b5 перед белыми стоят намного более серьезные проблемы здесь конь d4 очевидно не имеет никакого смысла то есть надо играть слон g2 слон б7 но и вот меня самого занимает эта проблема на самом деле и к сожалению я не могу здесь дать никакого рецепта по получению перереса то есть я всегда играл конь а3 может быть это действительно сильнейший ход и магнус карлсон так играл против максима вашей лограва и выиграл партию но вот объективно после c4 у черных есть несколько способов уравнеть но самый жесткий это е5 то есть и на cb здесь последует просто слона 3 набрать аб как мне кажется у белых нет никакого перереса в этой позиции несмотря на преимущество двух слонов черные удачно ставят забор путем d6 и в общем-то плохая структура белых может начать сказываться то есть другое дело что мало кто знает ход е5 но если если черные его делают то их шансы на уравнение очень велики то есть настолько меня напрягает вот такой порядок ходов что в общем-то как мне кажется если вы подозреваете что во все время может так сыграть то лучше просто третить c4 к тому же объективно вот после кони f6 ход c4 не имеет при сравнении с ходом g3 очень серьезных недостатков а плюсы на лютфонов по крайней мере черный не допускает b5 то есть можно сыграть вторым ходом c4 но третьим уже ходом g3 то есть да черные получили некоторые дополнительные возможности но некоторые возможности у них были отобраны и в общем-то как мне кажется плюсы здесь вполне компенсируют минусы может быть ход c4 объективно даже посильнее чем g3 ну а повторюсь вопрос вариант про который задан вопрос в который собственно задан вопрос это не очень хорошо черных ввиду хонди 4 и свои вышемпешки или качества то есть в общем-то надо радоваться если соперник так играет Андрей пытается не знаю в чем здесь заключается вопрос шотландский гамбит за черных если это просьба записать дебютную лекцию то эта рубрика существует не для не для того к тому же не совсем понятно какой именно шотландский гамбит имеется ввиду то есть шотландский гамбит может быть подразумевается вот этот вариант слон c4 здесь после коня f6 у черных все хорошо они легко уравнивают или c3 после c3 можно брать на c3 но d5 самое простое решение и вот здесь у черных тоже все хорошо слон g4 слон e2 слон f3 слон f3 ферс c4 ну и здесь в длинных вариантах черные везде комфортно уравнивают мне кажется их позиция даже в реальной партии даже приятнее для разыгрывания и матвей просит ответить на последний вопрос никита каракан атака панова по призм то есть стандартная расстановка без фианкета ну я не знаю что рекомендует призм но судя по формулировке вопроса призм как раз рекомендует фианкета ну и я в общем не сильно удивлю если скажу что я рекомендую то что я рекомендую в своем видеоролике по атаке панова двухчасовом так что матвей если ты хочешь какого-то более подробного рассмотрения то рекомендую посмотреть мой же ролик по атаке панова он продолжается по-моему не меньше двух часов и там я довольно подробно разбираю то что я считаю то что как я считаю равнивает за черный то есть конь F6 конь C3 ну и вопрос такой по поизам тоже 6 стандартная расстановка это так понимаю E6 ну и получается тут оппозиция с изолятором или ну собственно вопрос этого обрывается но я собственно рекомендую конь C6 и как мне кажется черный здесь уравнивает без особых проблем опять же за подробностями отсылаю к своему видео G6 тоже неплохой ход на практике он зачастую приносит очень хорошие результаты черным правда ход связан с жертвой пешки на самом деле и не уверен уравнивает за черный здесь с точки зрения абсолютной истины ну а E6 это самый популярный ответ мне лично не нравится за черных потому что после конь F3 слом B4 CD конь D5 стандартная получается позиция с изолятором а я позиции с изолятором предпочитаю играть за белых к тому же насколько я знаю все таки у белых и объективно тут есть небольшие шансы на получение перевеса чего проход конь C6 как мне кажется сказать нельзя ну и как ни странно Матвей задал последний вопрос и на этом наш первый выпуск дебютной клиники можно считать законченным я надеюсь что все интересующиеся все интересующиеся вопросами дебютной теории получили от меня ответ на который они рассчитывали хотя на самом деле вряд ли это произошло но по крайней мере я сделал все что мог всем спасибо за внимание всем спасибо за просмотр смотрите другие видео других других рубрик шахматного феникса ну а также ожидайте через несколько недель выйдет выйдет второй выпуск дебютной клиники ну а вопросы для него можно будет задавать уже совсем скоро всем спасибо с вами был Никита Петров